Уходит из кинетика. И, ну, вирту сам, не знаю, могу посоветовать здесь только закончить. Или отступают. Да, отступают. Откушивает. Вышки от Рошана, пожалуйста. Рошан появился. Рошан-то с сыром. Ё-моё! Третий Рошан на 47-й минуте. Сейчас будет забираться Ластилером с дабл-дэмэджем. МКБ у Лины. У Лины МКБ. Ух, она сейчас расстреляет там всю команду. Там Фляя-то ни у кого нету? Фляя ни у кого нету. Вот у Бэйна БКБ я могу увидеть. У Пака. Хекс, Кристаллис. Да, что-то вот я за последние минуты как-то не особо следил за игроками. Надо себе стикер какой-нибудь на монитор повесить. Да, Рапира. Ой-ой-ой. Тут можно быть, кстати, поворот очень такой, не слабый. Сейчас Ханни с Рапиры будут на этом Рошане драться. Самое-то интересное, что Виртуса-то не знаю, Думны или Даны. Ну что, теперь надо драться? Чё я могу добавить? Или не будут? Жжётся. Ай, жжётся. Дэдлас на Паке. Прожгли Реданы немного. Но вот, по сути, то, что Дум скастовал ульту у него, её ещё 88 секунд не будет. Это, по-моему, отвратительно. Потому что, как тут затыкать-то Дээса со своей стенкой, со своим вакуумом жёстлым? Санни немножко отступает. Эра подходит. Скинул стан в команду Верху Спро. Так, подходит Герак Коптер и дамажит. Ой, как он дамажит. Больный Элидана. Сейчас убьют Элидана. Убивают Ханни. Ханни делает даблкил. За Энэсом бежит. Эра выпивает. Сейчас. Бэйн. Энэса. И что я вижу? Что Рапира вместе с Аегисом, скорее всего, достанется Ханни. И это огромная проблема. Потому что здесь вот теперь как его убивать? Так, он подобрал Сыра. А кто подобрал Аегис? Ну, вот это провал. Ребята, как Бэйну можно было отдать Аегис? Лол, ребята, Сыр. Ханни прожал его. Можно попытаться убить. Но Элидан где-то далеко. Ханни разворачивается на пака. Пытается его расстрелять. Тот в шифте. Выходит из шифта, даёт сразу же Хекс. Но где же главный кэрри? Где он, когда нужен? Так его баш, так его дэмэдж нужен. Бежит Элидан за Ханни. Но у того травола барабаны. 477 МС на Х388 бежит. У Крэйзи ульта ещё откатится нескоро. Хекс через 20 секунд. Ханни бежит совершенно в другом направлении. За ним несётся вся команда Virtus. Про. Он делает топ-аут. За ним Элидан. У Элидана есть супер баш. Но он не достаёт. Вот это провал. Вот это провал. Как от ФНАЗиков, так от Virtus.pro. Вот почему они, Аегис, отдали Бену, я не понимаю. Наверное, спешили очень сильно. Трон уже тут практически наполовину упал. 1800 хп у него. Блин. Ну хоть я и немножко проснулся. А то как-то комментирую вяло. И тут такое, понимаешь ли. Пайп-пески прожали Virtus.pro. Входит Крейзи с Инфестом. Раскастовывается Эра. Эра. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кидает. Шифт уходит Пак. Хорошо. Все живые. Бен со своим Аегисом идёт размениваться. Батит на себя. Хекс. И рессается. Гиро-то там, не знаю, 3200 золота. Надо ему покупать уже лайфстил какой-то. Доминатор хотя бы должен быть. У него в инвентаре байбэк здесь не поможет. Если Гиро сейчас умрёт, он проиграет. Фнатики проиграют эту карту. Поэтому просто МКБ за пазуху и драться, драться, драться. Смотрите, на хайграунде принимают. Ой-ой-ой-ой-ой. Стенка пошла. Супербаш в Лидана. Скинул NoTail свой ультом. Все массово прожали БКБ. И Лидан умер. Ксай умирает под думом. Поставил Крейзи свою ульту. Но здесь уже нету героев у Виртуз Проки. Можно было бы хотя бы немножечко продамажить вот этих жёстких пацанов. Крейзи отходит. Трон по-прежнему в опасности. У Хани 4.300. Нужен Сатаник. Кираса для алхимика. Вот я же говорил, зачем они тянули? Надо было идти и просто ломать это всё, пока было преимущество. А теперь приходится считаться со всякими алхимиками, у которых 2,5 куска ХП. С думами, у которых уже не 4 армора, а 22. Шива БКБ и он дум вешает так, что хрен чё сделаешь. С гирокоптерами, которые нафармили, нарапируют. Теперь бегают куском мяса, которое очень жёстко дамажит. Ну, мясо-то громко сказано. Смотрите, сейчас нашёл НС-а. Пам! Пам! Ну, что-то раскайтили пацанам. Тут опасно так ходить. Хотя, вроде, только 2 человека в живых было у Virtus.pro, поэтому чё тут опасного. Хастецкий! У Флая. Флай прям быстро, как ветер. Так, ну, что это? Эра чё-то забыл. А чё здесь забыл Эра? Чё он здесь забыл? Не знаю, ребят, не знаю, чё он здесь забыл. 70 секунд не будет вот этого пацана. И 4 против 5 драться, ну, я не знаю. Может быть, и не выйдет. Тут вот БКБшки на каждом решают. БКБ на Бене это действительно крутая штука, потому что он кастует свою ульту, и никто не может её сбить. То есть, как бы, единственный баш, который пробивает БКБ, он у Найкса. Ну, и вообще, то есть, у него простой башер есть. Но у Тейл, как бы, свою ульту на Найкса использует. Но тут единственная, мне кажется, возможность у Virtus.pro вот сейчас выиграть, это убить Трону так на тупую. Потому что, когда заресается Алхимик, то, ну, не знаю, здесь драться. БКБ жмёт 3х, нужна ульта. Он юзает её на Элидана, расстреливает. Начинает Ханя, стенку поставил. И, наверное, всё-таки Элидана смогут убить, но он начинает отхиливаться. Нет, смогли. Смогли убить Элидана. Крейзи умирает от тычки. Ханя, у которого годлайк. И посмотрите, у него ещё один секретарь или куплен. Этот парень просто бешеный. Неужели две рапиры будет делать? Или это... Что это вообще будет? Ну, не Радик же? Правильно? Ну, и не Супер Баш. Чё, Радик? Ё-моё, у него две рапиры. Ребята, ребята, готовьте. Вызывайте скорую, вызывайте врача. Не знаю, что-нибудь. Слабонервным просим отвернуться от экранов и посмотреть потом эту трансляцию. Не знаю, как-нибудь с катетером и подключенной капельницей. Потому что, ну, тут сейчас будет происходить что-то невероятное, сдаётся мне. Хотя ещё 40 секунд не будет Наикса. И, по идее, фнатики могут попытаться просто... Хотя у них гирокоптер далеко. А гирокоптер-то с траволами, стоп. Он сейчас отпушит просто линию. Да, и на траволах... Ой, блин, ещё один надо было бы стак убить. Надо, надо было бы убить. Потому что трон, он, как бы, не цементный. Он под крипами там свалится. Под такими жёсткими крипами. Пам, пам, фортификейшн юзается. Сейчас ребята видят то, что уханит, две рапира. И, блин, как он сбривает эти вышки. Просто забей. Просто забей, как он ломает бараки. Ой-ой-ой. И, ну что, отступит? Отступаю. Да, Наик просто сейчас зарестился. Уходит чуть подальше. Боятся, боятся. А, ну да, тут же, как бы, на трон ломиться не хочется. На топе вышка, на боте вышка. Поэтому другую линию тоже не поломать. Да и, на самом деле, правильно сделали. Включи байбэки, говорят. Да, байбэки хорошо сейчас поставлю. Байбэк у гирокоптера есть. Но, мне кажется, ему байбэк этот нафиг не нужен. Ему нужно продавать барабаны. Я не знаю, вот, либо криты, либо ластил какой-то. Прикиньте, как он отжираться будет. Ему реально нужен ластил какой-то. Продайте свои барабаны. Третью рап... Ну, блин, мне страшно. Три рапиры в одной игре, а не слишком ли жирно? Не слишком ли жирно? На, Ханни. Он решил просто одним выстрелом положить всю команду. Блин, я хочу, чтобы он собрал третью рапиру. Я никогда этого еще не видел. Наверное, рекорд просто. Но хотя две рапиры, это и уже жестко у одного гирокоптера. У него гпм там просто дикий. Так, байбэками видели. Экворс, гпм. 577, да. У него, по-моему, под 800 где-то было. Сейчас подспустился. Что-то я не помню. Так, через бот в смоке будет в Virtus.pro. Не знаю. Вот Virtus.a, они как могут хорошо драку начать? Если задизейблит гир... Хотя, блин, ну как тут реально драться? Вот как драться с этими жирными парнями? Задизейблишь одного, другие тебе лицо разобьют. Задизейблишь других, гирокоптер сделает один выстрел. И убьет всех саппортов сначала с двух выстрелов, наверное. Там с третьего ляжет какой-нибудь толстый Dark Seer. На экса там убьет. Хотя у него, кстати, хп чуть меньше даже. Да, чуть меньше, чем у Dark Seer. А Егис появится через 3 минутки где-то. Не, как бы Ханя настолько суровый, что он считает, что лайфстилк по драпиру это для слабых. И просто, просто жестко уходит в дэмэдж. Ну, тут его просто подцепить нечем, понимаете? Был бы здесь, опять-таки, герой, который бы, ну, я не знаю, смог бы гирокоптеру нанести какой-то дизейбл во время его БКБ. Это другой совершенно разговор. Ну, хотя нет, знаете, как можно выиграть? Ой, там вообще так жестко ломается с этих выстрелов. Единственная возможность выиграть здесь, это... Прождать, когда кончится БКБ, ребят. Раскайте тех, чтобы они не... О, NS, по-моему, встрял. Сейчас 3x его. Хотя побежали за NS, посмотрите, пытаются... Иллидана расстреливают! О, боже! Минус Иллидан через стенку бегут снатики. Застанился Алхимик. В рассыпную побежали в Virtus.pro. Получает левел-деск сай, от которого дэмэджа, конечно, он не получил. В принципе, был под пайпом. Опять 76 секунд, мертвый лайфстилер. Давай, Гира, еще одну рапиру. Бегут за NS. Взрывается Эра. NS без телепорта, лол. Оббегает немножко не с той стороны. Они стараются соспитовать. Смотрите, Сайленс уходит через кинетик. NS зандерстрайк ему еще подкинул. Ну, тролль, урну ему еще подкинул. Лол, NS, что ты творишь? Прекрати. На боте там идет драка. У Трикси мало. ХП с тяжечкой. Хани можно. У него БКБ 7 секунд. КД, лол. Ох, ох, ох. Дейдлос упал. Вот, блин. Байбек от Дума. Давайте байбеки обратно врублю. Но байбеков нет. Тогда что, ГПМ? Что, Нетворс? Давайте Нетворс. Пусть будет Гира. Черт. 300 золота до 3 серапиры. 300 золота до 3 серапиры этому пацану. Ну, что это такое? Ну, что это за жесть? Пам-пам-пам. Все, всех крипов убил. NS бегает с гемом. Лайфстилер вообще себе не может ничего купить. Умирает постоянно. Ну, и игра. Ну, как-то повеселее, да, конечно, стало. Блин, жалко, как Рейзи увернулся от этой тычки. Я хотел бы посмотреть, как бы ему смог... Вот, если бы он Монфк прикиньте, он Монфк мчит. Так, еще одна рапира. Лол. Третья рапира у Гирокоптера. Не знаю, я просто выделю вот сейчас скриншотом вот это вот все. И когда буду выкладывать видеозаписи, я просто покажу. Вот эту вот картинку, и люди, наверное, поймут, стоит ли смотреть эту игру или нет. Сразу поймут при этом. 60 минут. Похоже, IC Cup и Next KZ здесь даже не удел. Которые должны были играть, начать карту 30 минут назад. Они просто не удел. Волочку сделал. Алхимик. Это еще жесткий дамаг. У него закосая рука. Ё-моё. Прикиньте, в Монфк влетит такая плюха. Вакуум. А Рошана пытается, правда, убить. Но я, честно говоря, не думаю, что он ему сам поможет. Если только как-то раскатить очень хорошо. Да, то есть... Ну, с другой стороны, то есть Ластиллер подставится. Его убьют там под ультом Бэйна. Кончатся БКБхи. Если все саппорты Вертрусовские останутся в живых и НС скомандует драться, да, или да, не будет драться один, то, конечно, они могут выиграть. Но здесь, смотрите, на хайграунде уже готовы принимать гирокоптер. Три рапиры. У него просто, не знаю, что ему еще здесь надо покупать. Просто, может быть, вместо... Хотя нет, вместо манты. Ну, три рапиры, это, конечно, классно. Но, мне кажется, двух рапир было бы с головой. Плюс сатаник или там бутерфляй какой-нибудь еще купить, чтобы его просто было бы... Его бы просто было бы невозможно убить. Но Ханни, по-моему, прикалывается. Он дает одну тычку под флэккэноном. И крипы все умирают. Даже вот эти жесткие крипы, которые идут по лайну. Сломанному лайну. Смотрите, флэккэнон. Хотя тут без флэккэнона, да? Пам, пам. Все. Всех поубивал. Так, на топе там вбегает Virtus.pro. Мама дорогая. Ну, на третью линию идут. По-моему, есть смысл просто ждать, пока другие лайны пропушатся. Единственный вариант здесь. Эра партится сейчас на базу. Похоже, сейчас будет здесь финалочка, друзья. Финалочка! Иллидан потихоньку сгрызает вышку. А вот этот фортификэйшн, по-моему, очень зря. То есть, фнатики проставляются таким образом... Проставляются? Подставляются вот таким образом под какую-нибудь там смоу к атаку. Там внезапную на трон. Так, так, пайпом входит. Не знаю, спешат они немного. Кекс на триксис, кастель. И входит гирокоптер! Прожимает БКБ Virtus. Разбегается в рассыпную. Отличная работа, ребята. Сейчас у него кончится БКБ. Его просто надо сломать лицо. У Пака сыр. У Эллидана есть Аегис. Кираса, Супербаш, Фейзи, Армлет. Он Армлет купил. Ну, да, поначалу, да, у него был Армлет. Вспоминаю, вспоминаю, что было Лина с МКБ. Так, и раскидывает стан. Так, ультит. Ноутейл, если сейчас убьют Эллидан. Хотя, кстати, не факт. Блин, вот эта плюшка пролетела. Да, сразу же у него с Лина с МКБ. Гира начинает расстреливать на диком Ренже. Ну, он даже боится просто идти в бой. Вот это я называю гирокоптер. Просто собираешь три рапира и боишься драться. Когда всю твою команду убивают. Вот это лол. Эллидан вгрызается в ноутейл. Эллидан, между прочим, даже не терял Аегиса. А вот и потерял Аегис. Вдвоем остаются фнатики. Но сейчас только без Лины. Байбэк я вижу у Алхимика. Юзается колдаун. Пайпецкий от команды Virtus.pro подходит. Хайни в БКБ. Бам! Бам! Эллидан пол лица потерял. Тычка! Тычка! Еще супербаш на Хайни. Выталкивает его оттуда. Фнатики сзади походят Крейзи. Крейзи, между прочим, с мобом дает тычку. Убьет! Он убивает Хайни. Три рапира забрать что-нибудь. Одну забирает, ломает лицо Лешему. Да ладно! Virtus.pro просто выигрывает игру против трех рапир на гирокоптере. Вот это тупость. Сейчас Крейзи подберет или нет. Или еще дерутся. Или Virtus.pro... Нет, все-таки выиграли Virtus.pro. Забей! Просто забей! Падает трон. Я даже вот не знаю. По-моему, тут надо доту удалять. Вот в таких вот случаях. ГГВП! Я бы написал Изи, но боюсь, что меня в натике не поймут. Но не знаю, НС просто должен был написать Изи. Типично вот было бы. Ну и драка. Ну да, ну да. Печалька. Да. Конечно, в натике нереально, наверное, расстроились сейчас после такого поражения. Три рапира. Ну, может быть, действительно было бы лучше купить Butterfly вместо одной из них. Чтобы хотя бы Naix так жестко не дамажил. Я понимаю, Лина, которая с МКБ. Но неужели из-за одной Лины не стоит собирать Butterfly в таком случае и без лайфстила драться? Ну, за свою ошибку поплатились, конечно, в натике. Поплатились. Так. Что надо сделать сейчас? Стоп-старт обязательно. И дождаться, пока сделают другое лобби. Так. А что у нас? Что у нас будет дальше? По идее, должны оси каповцы играть. Но пока что лобби я не вижу. Ну что, по чатикам? По чатикам посмотрим. Так. Лучше бы Сатаник купил. Ну, конечно же. Просто Сатаник. И все. Да-да-да. 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 Что можно было купить? Вместо этого. Столько всего. Столько всего можно было купить. А герокоптер предпочел просто какие-то еще две рапира. Но зато весело было. Что? Что еще можно сказать? Так. Дайте-ка зайду на Dota Video. Переименую здесь трансляции. Да. Здесь надо переименовать стрим в ICK против Next. Следующая игра. Эту, кстати говоря, надо бы уже заливать. 2025 крит вылетел у пака. Ну, он там с Daedalus был, если помните. Да. Я, кстати говоря, зря так рано табличку закрыл. Потому что можно было бы посмотреть там у кого, что было куплено. Вот. Но я ее обязательно покажу. Не знаю, кстати. Есть, наверное, смысл сейчас перезайти в Dota. Так. 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 Ну-ка посмотрим. Так. Virtus.pro. Virtus.pro или Dan. Dota. Профиль. Dota. Профиль. Кстати, не. Можно же туда обратно вернуться. Так. Watch Game. Давайте нажмем. Посмотрим, что там в итоге было куплено. Или не нажимается Watch Game. Да? Блин. Не нажал. А. Вот. Нажалось. Все. Сейчас посмотрим. Я рановато выключил. Сейчас эту оплошность я исправлю. Надеюсь. Да. Вот. Трон сломался. И табличка должна вылететь. Табличечка. Ну где ты? Ну же. Табличка. Давай. Вылетай. Я не верю. Ну хоть как-нибудь. А. Вот. Можно вот так вот показать. Да. Ну вот. Три рапира у пака. Дейдлос. Хекс. Сапоги для слабых. Как бы естественно на такой минуте. Тут. Что тут еще интересного. Ну в принципе. В принципе вот да. Вот только вот это интересно. Там Аганим у Дарксира был. Был давно Аганим. Хм. Ну вот примерно так. Так. А что насчет игры ICCup-то? Неясно пока что. Не вижу. Так. ICCup. Сапоги для слабых. Сапоги для слабых. Сапоги для слабых. Спрашиваю я в конференции JoinDot. Ко мне не отвечают. Ну да. Показано то, что ICCup против Next должны играть. Может быть там пароль, которого я не знаю. Может быть этот пароль куда-то слили в другое. Так. Ну тут. Нет. Стоп. Тут в конфе пусто. Сейчас гляну на какую-нибудь трансляцию. Может быть там что-то будет. Зайду-ка я на Dota Video. Скажем куда-нибудь на стрим. Какого-нибудь Versus. Посмотрю, что происходит там. Нет. Стоп. Там лобби уже есть. Но что-то паролем никто не делится. Хотя там только Тоби-Ван и Versus. Черт. Лол. Куда они все скидывают эти пароли? Брр. Потому что, ну не знаю. Миллстром тоже туда должен подконнектиться. Его там пока что нет. Что будем? Ага. Не, ну просто, блин, молодцы ребята. Создали лобби. Пароль не скинули. Пишут сразу же в конференцию Join.Dot. И пароль такой-то. Ребята, заходите быстрее. Надоело вас ждать. То есть, ну а как мы что-то? Угадать должен что ли этот пароль? Или что я должен с ним сделать? Так, ладно. Стоп. Старт. Сейчас последует. А потом будем смотреть игру оси кап. И еще надо. Так. У Дарксира. Аганим как сразу же проклятие. На него сразу же вешали Doom. Ну так на него на самом деле в любом случае Doom надо повесить, чтобы он стенку свою не поставил. Это действительно было очень важно. Да и к тому же там стенка. Ну там БКБ-хи одни были. Вот Virtus.Pro. Я говорил, единственный шанс для них выиграть. Я много говорил, какой у них был единственный шанс выиграть. Но если подумать на самом деле, то просто заставить каким-то образом соперника прожать БКБ и потом его завкусить. А так, кстати, и получилось. Они раскайтили этого герокоптера и убили. Но если бы у него в том моменте был хотя бы Butterfly на Х2 удары бы промазал. Или, не знаю, Satanic он бы мог отхилиться. Ну там, по-моему, по глупости Fnatic проиграли. Действительно по глупости. Так, ну ладно. Хватит об этой игре. Она, конечно, была забавная и веселая, но всему свое время.